Добрый день, уважаемые зрители, московское время 17 часов 30 минут, начинаем нашу трансляцию, среднесрочный анализ валютных курсов. С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, я жду ваши плюсы, которые будут означать, что трансляция идет нормально. Все хорошо, давайте начнем наш анализ. У нас с вами самый канун Рождества. Всех немцев поздравляю с Рождеством, всех португальцев поздравляю с кануном Рождества, завтра 25 число, Рождество будет по полной программе практически у всех, кроме азиатских стран. Естественно, японцы азиаты не справляют, поскольку Рождество католическое, данные будут выходить по Японии. Это и выступление главы Банка Японии Куроды, это будет завтра, будет это в 8 часов утра, это важная достаточно вещь. Он озвучит свою позицию относительно дальнейшего видения текучей экономической ситуации в Японии и курса японской иены. Поскольку у нас иена – это очень экспортоориентированная валюта, поскольку экономика очень экспортоориентирована, поэтому для японской экономики важно, чтобы курс национальной валюты японской иены был как можно ниже, чтобы иена была дешевой. Дальше, если посмотреть дальнейший календарь, данные выходят в основном по Японии, везде у нас либо День Святого Стефана, День подарков, опять же Рождество католическое, целая неделя продолжается и так далее. В основном данные идут только по Японии. Немножко мы будем видеть данные по безработице по Соединенным Штатам, они все-таки дают немножко данных. Ну и в пятницу в основном это, опять же, данные только по Японии, индекс потребительских цен. Ну и вся неделя она, по сути дела, будет не торговая, поскольку если посмотреть на календарь торгов, то видим, что сегодня торговля закрывается с 19.00, завтра торговли вообще нет, вся торговля закрыта, 26 числа в четверг торговля открывается в 9 часов, ну и в пятницу она заканчивается, да, как обычно у нас это происходит по пятницам. Далее в понедельник торги будут открыты, но с 19.00, 31 числа торговля опять закрывается и начнется торговля уже 2 января 2014 года с 9.00. Поэтому по большому счету сейчас торговать уже, конечно, смысла никакого не имеет. вот из того, что выходило сегодня, давайте быстренько сейчас взглянем, ну вот прям в текущий момент у нас выходят данные по Соединенным Штатам, заказы на товары длительного пользования выросли, это позитивно достаточно, при этом было пересмотрено предыдущее значение, ждали цифру в 2%, сейчас 3,5%. Скорее всего, это локально оказывает поддержку американскому доллару. И тот же самый показатель, но без учета затрат на транспортировку, тоже показал положительную динамику, показал рост и оказался лучше прогнозного значения. Скорее всего, мы сейчас это с вами можем посмотреть, это оказывает поддержку американскому доллару, но это очень так локально, вряд ли очень сильно будут изменяться котировки, хотя в моменте это может быть достаточно серьезные изменения. Поскольку торгов практически нет, по сути дела пришло время подводить итоги текущего года, посмотреть на валюты, как они себя чувствуют, в каком они состоянии. Если у вас нет вопросов по расписанию торгов, по макроэкономическим показателям, ставьте ваши плюсы, это будет означать, что все ясно, все понятно, или если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, по статистике, я постараюсь на них ответить. Итак, я жду вашей реакции. Я вижу, что вопросов нет, все солидарны, согласны, что начиная с завтрашнего дня не имеет смысла торговать, а лучше кушать индейку. Это делают католики, у нас свои вкусы в России, мы можем немножко по-другому начинать праздновать. Пусть это не наш праздник, но в знак солидарности мы тоже с вами можем отметить это чашечкой супа и так далее. У кого свои предпочтения, у каждого, мы никому ничего не навязываем. Дальше нас ждет с вами Новый год, потом будет Старый Новый год у нас с вами, потом будет наше православное Рождество, целая череда праздников, поэтому лучше сейчас отдыхать, набираться сил. Ну а теперь давайте посмотрим, как чувствуют себя валютные пары и начнем мы с вами с индекса доллара. Давайте посмотрим, вот у нас с вами daily graphic, сильно не изменяется американский доллар в последнее время, weekly это выглядит следующим образом. Мы с вами видим как бы тяготение немножко вниз, если смотреть на этом горизонте, но вся фишечка в том, что если мы с вами откроем месячный график, то картинка у нас с вами меняется. А если еще его сожмем, то вот что мы с вами увидим. То, что исторически доллар торговался, индекс доллара был значительно выше. Вот в 2000 году его значение было под 120, сейчас это в районе 80. Здесь есть скользящая средняя, 122-х периодная. У нас это график месячный. В одном году у нас 12 месяцев. Я умножил на 10. Мы по этой скользящей средней видим значение индекса американского доллара за последние 10 лет. Так называемая средневзвешенная цена. Сейчас видно, что он торгуется ниже этого и значительно ниже всех своих исторических данных. То есть не так уж сильно он тяготел к этим низким значениям. В принципе, исторически он торговался выше. Поэтому, подойдя к своему среднему значению, цены отскочили. Но вполне возможно, что как только цены закрепятся ценами закрытия, если закрепится, то у нас откроется движение дальше американского доллара. Вот примерно таковы его перспективы. Ну и не стоит забывать еще следующую вещь, если говорить об американском долларе. Совершенно не решен вопрос с потолком государственного долга. Наверняка это будет муссироваться тема, будет педалироваться в свое время, когда подойдет срок. Здесь можно говорить уже о начале января, к середине февраля. Вполне возможно, дебаты разгорятся очень горячие. В начале, где-то в районе 6 января нас с вами ждет заседание Сената, на котором будет окончательно утверждена кандидатура нового главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Здесь вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов. Скорее всего, это все будет одобрено Сенатом. Принята ее кандидатура. Это последователь, адепт, апологет политики Алана Гринспена, затем его последователь Бена Бернанке. Она, скорее всего, будет проводить такую же политику. Вряд ли мы будем с ее стороны видеть каких-то сюрпризов. Более того, считается она автором этой последней программы количественного смягчения именно третьего варианта. Это, по сути дела, авторство принадлежит ей. Поэтому, еще раз повторю, каких-то изменений вряд ли стоит ожидать. Все будет работать в том же ключе. Ну и, если говорить о госдолге, то сейчас уже значение 17,2, если я не ошибаюсь. Последнее значение, может быть, 17,25. Уже значительно превышен потолок госдолга. Если говорить о перспективах, какие они будут принимать, конечно же, трудно четко постараться определить. По большому счету, там уже пора ставить потолок не менее 20, возможно, даже больше, чтобы не мелочиться. В конце концов, Америка не Албания. А что уж там мелочиться. Поскольку, если они, скажем, будут выбирать 18 триллионов, то это уже со дня на день может произойти. Конечно, было бы неразумно, наверное, ставить такие близкие цели. Хотя расходы они вроде бы урезают, сокращают расходы. Но, тем не менее, потолок превышен. Расходы растут, растут ежедневно. И теперь уже цифра превышает 17 триллионов. Как я уже озвучил, где-то порядка 17,2 триллионов американских долларов. Какие у вас будут вопросы по американскому доллару? Что неясно, что непонятно. Жду вашей реакции. Итак, мы видим, да, что вот... Запомните, пожалуйста, что недельный график, что котировки сейчас сильно прижаты вниз. Если мы смотрим это с вами на неделе, то вроде бы у нас другая картиночка. Что где-то вот отношение последнего периода в серединочке, может быть, даже чуть выше американский доллар. Но если смотреть большой горизонт, то он достаточно низко расположен. Вопросов нет. Давайте пойдем дальше. Теперь традиционно начнем с европейской валюты. И опять же, если посмотреть это на Уикли, кажется, что курс европейской валюты больше тяготеет вверх. То есть вот некое боковое движение, но тем не менее валюта находится вверху. Это к вопросу, она перекуплена, перепродана или как, да, рассматривали? Вот это если смотреть на неделях. А если посмотреть на месяцы, ну, сейчас вроде бы, если это рассматривать только вот такой горизонт, вроде бы где-то в серединочке, да, но с небольшим тяготением вверх. Но если взять, опять же, относительно среднего значения за десять лет, мы увидим, что она уже расположена выше своего десятилетнего среднего значения. А если еще и взять, посмотреть евро в более широком горизонте, то мы увидим, что минимум у нас вон где далеко. Поэтому европейская валюта, она больше расположена в верхней части, и потенциал движения вниз у нее гораздо больше, нежели движение вверх. Состояние дел в еврозоне сейчас не очень хорошее, не очень блестящее, но это если даже мягко мне кажется только говорить, да, если говорить в серьезных категориях, то дела обстоят далеко не очень хорошо в Европе и, естественно, желают гораздо лучшего. Безработица очень высокая. Вот сейчас, с Нового года, значит, ожидается приток новой рабочей силы из Болгарии и Румынии. Дешевая рабочая сила, плюс власти не знают, что со своими делать безработами, плюс еще прибавится вот такое большое количество. Как они будут это решать, проблему, я, честно говоря, трудно себе представляю. Если процитировать классический фильм, классику нашу с вами, да, нашего кино, чем эти «Жигули» думают, я не знаю. Вот. Ну, подведя итог, вот посмотрим, да, относительно десятилетнего своего значения, среднего значения, евро торгуете сейчас выше. Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Я бы рекомендовал вам вот эти пометочки все себе делать, поскольку в дальнейшем мы вряд ли будем уже обращаться к таким широким горизонтам, да, но отмечать себе, каковы перспективы вверх или вниз у той или иной валютной пары или у индекса, в общем-то, имеет смысл отметить себе. Итак, я жду вашей реакции. Похоже, вопросов нет. Так, можно ли фигур на месяц назвать флажком? Вы сейчас, Сергей, про что говорите? Про евро-доллар? На месяце флаг. Ой. Ой. О каком флаге на месяце вы говорите? Сергей, чур меня. Что вы, золотой мой, здесь какие вы флаги видите? Не нужно искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Господь с вами. Не ищите ради Бог ничего. Все должно быть очевидным. Это должен быть совершенно четкий флаг. С древком и полотнищем. Где же здесь полотнище? Где же здесь древки? Ну что вы, золотой вы мой? Сергей, отреагируйте, пожалуйста. Успокойте меня. Иначе я ночь буду не спать, переживать, что Сергей там ищет какие-то флаги мифические. Ну хорошо. Спасибо вам. Идем дальше. Давайте посмотрим британский фунт, который у нас с вами традиционно стерлингов. Тоже давайте начнем с недели. Неделя тяготеет вроде бы вверх. Вот было некое среднее значение. Цены опускались ниже, возвращались. Сейчас чуть выше торгуются. И как бы в целом сбалансирован британский фунт, но с большим тяготением движения вверх. Хотя мы видим здесь вот три шипа на недельном графике. Но если мы посмотрим с вами на месяц, посмотрите, как четко ударился британский фунт в свое среднее значение за 10 лет. То есть четко-четко совершенно подошел к нему. И опять же, если посмотреть широкий горизонт в более широкой перспективе на британский фунт, вот как это дело выглядит. То есть мы увидим, что евро у нас, если больше расположено в верхней части относительно и среднего своего значения, и относительно своих исторических данных, то вот здесь я вам отметил максимум. Но это не за всю историю. Дело в том, что фунт торговался и там значения выше 2 были, но это очень давно было там. Это уже очень далекая история. Мы берем только вот ту зрительную перспективу, которую имеем на исторических данных. Так вот внизу у нас 1,34,5, значение здесь 2,11. То есть видно, что это у нас дело снизу находится. Поэтому если евро у нас выше торгуется, она более в верхней части тяготеет, то фунт у нас более прижат к низу. Поэтому его потенциал движения вверх значительно больше, чем вниз. Британская экономика, интересная экономика, это мировой финансовый центр. И для этой экономики не столь важны, скажем, показатели по промышленности, как очень важно, например, для американской экономики или для европейской экономики. Здесь больше играют финансовые факторы. И это еще при том, что у нас центральный банк Англии проводит достаточно грамотную, взвешенную кредитно-денежную политику, монетарную политику и налоговую политику. Снижается безработица, достаточно неплохие выходят показатели. Ну и Марк Карни, достаточно грамотный глава банка Англии, держит руку на пульсе. Пока что ситуация остается под контролем. На мой взгляд, британскому фунту ничто не угрожает. Он достаточно комфортно себя чувствует и потенциал у него есть, потенциал достаточно серьезный. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по британскому фунту, который у нас с вами традиционный стерлингов. Вопросов нет. Теперь давайте посмотрим австралийскую валюту. Ну и тоже традиционно сначала давайте посмотрим неделю. Что мы видим на видимой части графика? Вот как она у нас с вами выглядит. Он торговался выше паритета. Паритет – это единичка с ноликами после запятой. Это вот когда за один австралийский доллар давали ровно один американский доллар. Это значение паритета. Вроде бы в последнее время торговался выше, сейчас ниже. Казалось бы, это для него не очень характерно. Это если смотреть вот в таком горизонте. Но если мы откроем с вами месячные графики, смотрите, что мы с вами видим. Во-первых, у нас опять же австралиец подошел к своему среднему значению за последние 10 лет. Это тот же мувинг 120. Да, я еще раз говорю, логика очень простая. В одном году у нас 12 месяцев. Умножаем на 10, получаем среднее значение за 10 лет. Он четко совершенно в него уперся. Но если мы опять же сожмем график, скомпрессируем, мы посмотрим, что оказывается он действительно реально очень сильно перекуплен сейчас. Тем более, что Резервный банк Австралии говорит, мы просто умираем от того, что у нас такой крепкий курс австралийского доллара. Нам нужно как можно более дешевым его сделать, чтобы толкнуть сначала горнодобывающую, горнообрабатывающую промышленность, а затем в целом запустить всю экономику, выйти из рецессии и начинать двигаться дальше. Поэтому здесь направление курса Резервного банка Австралии нам с вами хорошо известно. Они костями лягут, но постараются двинуть дальше этот график, понизить курс своей национальной валюты. Но для этого нужно, чтобы серьезные графики закрылись ниже вот этого значения. По сути дела тех минимальных значений, которые Австралий показал в последнее время. Вот если цены закрытия окажутся ниже, все это будет говорить о том, что движение дальше может продолжиться. Ну и дальше уже определять в соответствии с вот этими серьезными недельными уровнями Фибоначчи дальнейшие цели. Скорее всего, в начале будет 50-процентный уровень Фибоначчи. Закроются цены ниже, потом 61,8 и так далее. Здесь хорошо видно, что Австралиец сейчас находится в верхней части относительно своих средних значений и своего исторического существования. Поэтому здесь потенциал движения нам тоже, в принципе, известен. И направление атаки Резервного банка Австралии тоже самое нам с вами известно. Они будут понижать курс своей национальной валюты. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по Австралийке. Вы хотите сказать, что не даст упасть Китай? Но дело в том, что я согласен, что они обе валюты одного региона. Но дело в том, что китайский юань привязан к американскому доллару. Вот в чем вся фишечка. Евгений, понятно, да? Если бы это было иначе, если бы они не были привязаны, то да, корреляция между юанем и австралийцем была бы, конечно. Поскольку близкие достаточно географически расположены валюты. Но вся фишка в том, что Китай гораздо более промышленно ориентированный. не столько добывающий, как, например, вот здесь, да, в Австралии. Поэтому это не совсем верное утверждение, мягко говоря, Евгений. Итак, идем дальше. Австралийцы с вами посмотрели. Теперь давайте начнем японской валюты. И вначале тоже посмотрим, как выглядит на неделе. Ну, вроде бы тяготение идет вверх. Явно все вверху, и можно сказать, ну, на неделе явно перекуплен график. Да, иены слишком дешевые. Гореть ей в аду, падать ей вниз. Если смотреть на weekly график. А вот если посмотреть на месяцы, то она очень четко преодолела свое среднее значение. Идет вверх. И, казалось бы, да, она только чуть выше серединочки своего вот этого диапазона движений. Но если мы опять же скомпрессируем с вами график. Опаньки. Оказывается, иена-то у нас относительно своих исторических данных даже не в серединочке находится. Она больше тяготеет вниз. И поскольку мы опять же четко знаем с вами совершенно однозначно направление Центрального банка Японии. Господин Курода, до него господин Ширакава заявляли, не хотим иметь такую крепкую иену. Нам нужна дешевая иена, поскольку Япония очень экспортоориентированная страна с экспортоориентированной экономикой. Им кровь из носу нужна дешевая иена. И, пожалуйста, мы видим, как они своими грамотными действиями гонят ее все выше и выше. И практически, если взять вот этот уровень Фибоначчи 61,8, это практически совпадает с заявленным курсом Центрального банка Японии 105 иен за 1 американский доллар. И цель практически достигнута. Если цены смогут преодолеть график, подняться выше, это значит, что иена будет дешеветь, то неплохо видно, что следующий уровень у нас с вами 76,4. Это порядка 112 иен за доллар, но если округлить, можно говорить об уровне 110 иен за доллар. То есть 100 они достигли, 105 тоже сделали, 110 не загорали. Стоит учитывать, что финансовый год в Японии заканчивается 31 марта. Именно к 31 марту Кабинет министров, Министерство финансов, Центральный банк Японии будут подводить итоги года. И очень часто бывает так, что в последний месяц, в марте это бывает, они проводят не только вербальные, но и стерильные интервенции. Поэтому вполне возможно, если инвестор будет пытаться убегать в иену как в одну из самых надежных валют, и курс будет укрепляться, мы с вами будем свидетелями интервенций. Сначала вербальных Центрального банка Японии, а затем и реальных интервенций. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, по японской иене. Жду вашей реакции. Вопросов нет. Теперь давайте посмотрим швейцарский франк и тоже сначала посмотрим на недели. Если посмотреть на недели и пренебречь этим хвостиком, то, казалось бы, франк больше тяготеет к своему низу. То есть он уже достаточно внизу. Если же учесть, допустим, этот минимум, то получается, что он где-то достаточно в серединочке. Казалось бы, сбалансировано все. Все неплохо, пока что идет движение вниз. Если паение у нас наверх, то обе прямые котировки движутся разнонаправленно. Здесь тяготение к низу. Но если мы возьмем, опять же, с вами месяц, посмотрите, насколько низко расположен франк относительно своего десятилетнего значения, среднего значения. То есть он очень-очень крепок. А если уж посмотреть еще и скомпрессированный по истории, то, посмотрите, оказывается, он почти зажат внизу. Его потенциал движения вверх просто огромен. Не просто большой, а огромный потенциал движения. Но это очень сильно будет зависеть от действий Национального банка Швейцарии через пару евро-франк. Поэтому нужно обязательно отслеживать, как ведет себя банк Швейцарии по паре евро-франк, где ключевым уровнем назван уровень 1,2. Но на текущий момент можно сказать, что господин Джордан, это глава Национального банка Швейцарии, не предпринимает активных действий по удешевлению швейцарской валюты. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно? Жду вашей реакции. Вопросов нет. Ну и последняя мажорная валютная пара, которую мы обычно с вами рассматриваем, это у нас с вами шесть валютных пар, три обратные котировки, три прямые. Последняя из прямых котировок — это канадский доллар. Но тоже вначале давайте посмотрим на weekly график, на недельном графике. Здесь тоже, как на японской иене, казалось бы, сильно прижат вверх. Можно сделать вывод, что немножко график перекуплен. Наверное, он будет корректироваться. Но если мы берем месячные значения, опять же смотрим средние, он даже не дотянул еще до своего среднего значения за десять лет. А если еще и посмотреть исторический, то потенциал движения вверх просто огромный. Вы посмотрите, куда может двигаться график. Как минимум дотянуть до среднего значения ему ничего не стоит. Вот он дотягивался только после этого, после нисходящего движения двинулся вниз. Но нарисовав вот эту вершинку, донышко канадец не переписал. У нас нет переписанного донышка вниз. И вот сейчас он подходит к своим максимумам, на которых он несколько раз останавливался. Вот у нас с вами паритет. Паритет уже снизу пробит, подтвержден. Цены пошли дальше. Вот есть у нас некое сопротивление отмеченной синей линией. Если сопротивление будет преодолено, там рядышком уровень фибонад 48,2. Ну и полтинник практически совпадает со средневзвешенным значением за десять лет. Поэтому у канадца огромный потенциал движения вверх. Но канадец очень нефтезависимая валюта. Зависит от цен на нефть. И нужно обязательно знать еще тот факт, что 95%, если я не ошибаюсь, канадской нефти потребляет именно Япония. Конкретно. Вот они завязаны друг на друга. Канадская нефть и японская экономика. У них уже очень давнишние связи. Поэтому, отслеживая курс канадской валюты, нужно всегда внимательно следить за ценами на нефть. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Почему мы не торгуем? А вот посмотрите, по евро-франку очень хорошо видно движение. Вот как реагирует евро-франк, поскольку здесь мы говорили с вами, уровень 1,2 ровно. Вот на уикли графике он очень хорошо виден. Вот черным он здесь отмечен. Здесь Национальный банк Швейцарии сказал, костями ляжем не дадим упасть ниже уровня 1,2. Это ключевой уровень. С тех пор он ниже не опускался. Именно по паре евро-франк это делает Национальный банк Швейцарии. То есть он держит курс пары евро-франк на уровнях, не давая ему опуститься ниже 1,2. И как только мы здесь видим движение вверх мощное, то же самое по графику доллар к швейцарскому франку мы однозначно видим движение вверх. Поэтому ключевым сейчас будет определяться вот это самое движение. А евро-франк, почему мы не торгуем? У него очень узкие движения сейчас. Поэтому не имеет смысла его торговать, мы его рассматриваем только как индикатив ЧЕГ. Вот и все, Сергей. Итак, еще раз всех с наступающим католическим Рождеством. Мы с вами православные, может быть кто-то мусульмане, как я, например. Но тем не менее я уважаю чужие праздники, уважаю другое мнение, любое другое. Если оно не вступает в конфликт с моим мнением, с праздником, еще раз всех, кто празднует эти праздники. Благодарю вас всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok